Укол жизни. Маленькому Орлану Комякову из Адбасара нужен самый дорогой препарат в мире. У мальчика редкое генетическое заболевание. Победить его можно, но дорого даже для государства, не говоря об обычной молодой семье. Дельнас Назикенова о надежде на спасение. Орлану Комякову почти три года и уже несколько месяцев он борется с редкой и тяжелой болезнью. У мальчика спинально-мышечная атрофия второго типа. Она словно повернула время вспять, рассказывает мама малыша. В годик Орлан уже ходил, но заболел. Казалось обычной простудой, а после выздоровления опора на ножки пропала вовсе. И вот после этого момента мы начали обращаться в больницы. Нам ставили разные диагнозы. В сентябре 22 года у нас взяли генанализ, который подтверждил нам СМА второго типа. Это спинально-мышечная атрофия. Это генетическое смертельное заболевание. Сейчас у него не работают ноги. Потом это будут руки. После этого будет дыхание и потом уже глотание. Итог такой, что он будет просто лежать без движения, подключен к аппарату ИВЛ и лишь ему ждет смерть. Всего одна инъекция зарубежного препарата помогла бы Орлану заново встать на ноги, уверены родители малыша. Они обратились в фонд «Казахстан-Халкна». Там уже финансировали лечение двух маленьких казахстанцев с таким же диагнозом. Сейчас они идут на поправку, но Орлану пришел отказ из-за возраста, так как по правилам препарат закупают детям до двух лет. Поэтому родители мальчика решили взять все в свои руки. Договорились с клиникой в Дубае, которая поставит заветный укол жизни. Но доза стоит почти один миллиард тенге. И сейчас на счету не только каждая минута, но и каждый килограмм. У них нет ограничения в возрасте, но есть ограничения по весу. Сейчас Орлан весит 20 килограмм. И они мне дали такой листочек, что если они достигнут 21 килограмма, то мы сможем сделать ему залгезму. Какой-то один килограмм тоже решает, получается, его жизнь. То есть, если мы наберем 21 килограмм, они нас не примут. Семья Комяковых уже собрала 19 миллионов тенге. Каждая секунда и каждый тенге – борьба за здоровую жизнь Орлана. Связаться с семьей мальчика или отправить деньги можно по номеру, указанному на экране. Родные Орланы надеются, что казахстанцы не пройдут мимо их страданий. Страна уже не раз объединялась, чтобы помочь детям.